2021 год В ОАЭ прошла сертификация струнного транспорта. Международные эксперты подтвердили, что технология соответствует мировым требованиям надежности, безопасности и долговечности. Сертификация помогает проекту выходить на новые рынки и упрощает сотрудничество с заказчиками по всему миру. В Шарджа также прошли первые испытания грузового струнного транспорта. Осенью легкая трасса в центре испытаний получила разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Выставочная версия высокоскоростного струнного транспорта теперь находится в специальном павильоне центра UST Inc. в Шарджа. В конце года изобретатель струнных технологий Анатолий Юницкий объявил о подписании первых четырех каналов. Это лишь часть масштабных достижений, которые помогают струнным технологиям выйти на мировой рынок. Это лишь начало прогресса, частью которого может стать каждый. Можете стать и вы. Здравствуйте, дамы и господа. Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компанией SkyWorld Community. И как вы поняли, конечно же, разговор сегодня пойдет о новом транспорте, о новой транспортной отрасли, которая успешно развивается наряду со всем миром, со всеми технологиями. Но эта технология действительно революционная, потому что она полностью изменит представление людей о перемещении как себя, пассажиров, так и грузов. И все это объединяет людей. И люди создают эту технологию успешно, потому что уже мы на 14 из 15 этапов развития. То есть в самом завершении всего проекта уже идет до вас молва о том, насколько это все-таки эффективно, насколько это актуально, насколько это необходимо. И что еще есть время участвовать и ускорять данную технологию, ускорять ее до, скажем, до момента, когда она выйдет на самофинансирование и будет распространяться во все стороны на нашей планете. Будет строиться в каждом регионе, в каждом участке. Сегодня за час я, конечно, не расскажу вам абсолютно все, поэтому, пожалуйста, посмотрите это интервью с Анатолием Эдуардовичем Юницкий об итогах 2021 года. И вы узнаете, как обстоят дела, особенно в наше сейчас непростое время. Но маленький спойлер, как говорят, все прекрасно. И мы движемся вперед. Поэтому, дамы и господа, в чате вы можете найти ссылку на данное мероприятие, на данное видео в Ютубе. А мы продолжаем дальше. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из города Дауговтас, из Латвии. И всю жизнь старался делать этот мир лучше. Старался, учился, работал для того, чтобы быть более масштабным, делать больше блага в одну единицу времени. И в один момент узнал о краудинвестингах. Узнал, что люди с помощью интернета объединяются вместе, чтобы создать уникальные технологии, продукты, целые компании и корпорации для того, чтобы сделать этот мир удобнее, приятнее, богаче, с большим изобилием и с большим благополучием. В итоге, изучив множество таких, я выбрал лучший. И изучил его сначала. Потом стал, так скажем, совладельцем данной технологии. Потом понял, что надо изучать еще больше и нести это благо в мир. И стал партнером. Стал работником и сотрудником, а в данный момент и спикером компании, чтобы действительно помочь людям разобраться. Чтобы не самостоятельно недели, так скажем, ползать по всем сайтам и изучать информацию, а целой вытяжкой получить ее прямо здесь. Поэтому, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее, сделайте себе кружочку чая или кофе и будьте открыты информацией. Потому что любой из этих побуждающих факторов, которые вы видите на экране, будет удовлетворен с помощью этой информации, которую вы сегодня узнаете. То есть вы сможете с помощью информации, которую получите, использовать в сторону улучшения всех этих направлений. Либо каких-то, которые интересуют именно вас. Потому что действительно экологические проекты, они во всем экологичны. И они помогают от людей, людям. Что очень приятно, потому что это одна из самых больших и движущих сил на планете. Человечество. 8 миллиардов человек. Самые влиятельные существа на планете. Хотя нас не больше всего. Просто мы действительно огромное влияние, как положительное, так и негативное, можем нести на нашу планету и на все живое. Хотя мы всего лишь один из 12 миллионов живых видов организмов на нашей планете. Представляете? Но в нас вся сила. И особенно с помощью нашего детища, нашей придумки и изобретений, техногенной сферы. Мы так сильно развиваемся и имеем такое большое влияние. Наши технологии, которые мы, так скажем, развивали, бывали и маленькие какие-то, которые не сильно что-то меняют. Но, в общем, есть технологии и технологические уклады прям. Когда несколько технологий создавало новый мир. Как сейчас, пятый технологический уклад. Мир виртуальной реальности интернета и гаджета. В суперскорости, гигабайты за секунду, звонок в видеозвонок в реальном времени, без опоздания и задержки с другим континентом. Деньги мгновенно пересылаются. Вся информация мгновенна. Все очень быстро, кроме физики, материи. Мы медленно перемещаемся сами и перемещаем грузы. Что является вообще транспортный бизнес? Один из самых дорогостоящих бизнесов. То есть, и использоваться достаточно дорого им. То есть, от этого зависят наши услуги, наши товары, наша жизнь в городах и между ними. От транспорта оказывается. Даже при том, что у нас нету, например, личного транспорта. Все взаимосвязано. Настолько уже полная и замкнутая система у нас на планете Земля, что пора уже выходить по технологиям Анатолия Эдуардовича Ивиницкого. Но пока, чтобы дать этому всему жизнь и показать, что подобные системы, как краудинвестинг, как элементы мультилевел маркетинга, то есть, когда люди передают, сами изучают знания, передают друг другу и делают благо в мире, развивают какие-то технологии, какие-то компании и еще и зарабатывают на этом. То есть, все это возможно. Все это возможно совместно в одной общей части. Sky World Community. Объединение людей, которое действительно делает новый мир. Ведь вот этот пятый технологический уклад, вот основополагающие компании этого пятого технологического уклада. Работа с информацией, работа с компьютерами, железо, так скажем, программное обеспечение, электронные кошельки, оплата, интернет, покупки и продажи, перемещение, Boeing. Представляете, все вот это, это тот мир, в котором мы знаем сейчас. Это те компании, которые были малютками в начале пятого технологического уклада, а сейчас развились до невероятной капитализации, огромных дивидендов, огромных масштабов. И главное, почему? Это было необходимо людям. Даже при том, что не все понимали, а кто-то только чуть-чуть понимал, когда развивали эти компании, что это вау, это новая, это инновация, это будет нужно и будет востребованная. И были уже представления, куда это можно завести хотя бы частично. Эти люди, они на коне, потому что они понимали передовую часть. А большинство людей ничего не знало, потому что не было такой возможности, как сейчас у нас сидеть в одной комнате, общаться с вами и делиться этой информацией. То есть я ее изучил, передаю вам, вы ее изучили, использовали для себя, передали другим. Если бы тогда было возможно, у нас была бы возможность хотя бы там 8 долларов в Apple, чтобы наши частички было, либо 100 долларов в Alibaba лучше всего, или в Google, Microsoft. Но, к сожалению, назад не вернуть время. Тогда такого распространения информации не было. Но сейчас оно есть. Сейчас, в 21 веке. И посмотрите, все эти компании, если собрать вместе, они будут меньше, чем тот проект, ради которого мы сегодня собрались. Потому что этот проект гораздо больше, гораздо масштабнее, гораздо полезнее, гораздо прибыльнее, чем все, то, что вы видели до этого. Эта технология не просто идеи, не просто терчажи, а уже технология, более чем на 80% сертифицированная технология, показывает себя, показывает свою успешность, свою возможность к реализации. И особенно это доказывают уже первые коммерческие адресные проекты, о которых вы можете узнать в интервью Анатолия Юницкого об итогах 2021 года на YouTube. Коммерческие проекты, контракты, финансирование. Поэтому, дамы и господа, перед вами стоит будущее. И перед этим будущим можно изучить его, стать частью этого, ускорить этого. И в течение всей жизни с передачей по наследству прав на владение данной технологией можно получать пользу еще на много поколений вперед. Кроме того, что мы действительно спасаем планету и даем лишь старт. Это первая технология из целой серии технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого эко-мира, которые мы воплотим на нашей планете. Ведь одна из важнейших вещей, которые дают нам развитие и расселение, это транспорт. Морской транспорт служил нам тысячи лет, но сейчас его скорость просто неприемлема. Авиатранспорт слишком дорогостоящий, слишком много энергии сжирает, прям сжигает и сжирает, слишком много вреда в атмосфере. И несколько недель назад, возвращаясь из Объединенных Арабских Эмиратов, мы с третьего раза только сели из-за наимощнейшего ветра. Это, я думаю, что кто-то из сидящих в самолете точно посидел прям, потому что люди и кричали, и плакали, и было действительно страшно садиться в какой-то мере. Я понимал, что все будет хорошо, ведь это, ну, статистически представляю, как проверяет этот транспорт, что он меньше всего, так скажем, аварийной ситуации создает статистически, по процентам, если брать с другими видами транспорта. И он все-таки не на первом уровне. Тут много места можно, где развернуться. Но посадка была просто феноменальна, феноменальна, и там все выдохнули, все как со второго раза начали жить. Поэтому эта авиация, затрачивающая очень много времени, еще до полета и после полета, она тоже уже нам не подходит. 21 век, мы более быстрые и более мудры. Ну и, конечно же, если мы рассматриваем первый уровень, железная дорога совсем нам не подходит. А автотранспорт, оказывается, тоже. Ведь, представляете, этот транспорт стал самым опасным в мире. Перегруженным, неэффективным и самым опасным в мире. Особенно из-за того, что он находится на первом уровне, имеет перекрестки. И все это на том же уровне, где ходит флорофаунный человек. А нас ведь 8 миллиардов человек. И у нас есть возможность расселиться абсолютно спокойно в разных околках планеты. Был бы только транспорт, который быстро нас доставлял от места до места. И имел вообще возможность через пересеченное место связывать. Потому что традиционный транспорт такого не умеет. Либо умеет, но с очень дорогим исполнением. А струнный транспорт второго уровня может все. Практически все. Потому что даже существующие города, посмотрите, они не похожи на место для жизни людей. Нету зелени, нету чистого воздуха. Все разбито на блоки, как микросхема. И из-за транспорта, из-за его условий строительства. То, что нужен первый ровный уровень, по которому можно тонны, десятки и сотни тонн пускать на квадратный километр. К сожалению, реальность такова. И если не смотреть в новую сторону, в сторону нового транспорта. Я понимаю, что задача действительно глобальная. Как-то слегка отодвинуться от реальности, в которой всегда существовало только несколько видов транспорта. И для нас это вроде как нормально. И это вроде как бы уже константа, что есть только вот такой, такой там железная дорога, плавательный, летающий и автодорожный. И как-то и все. Ну там метро, понятно, трамваи, троллейбусы. Но в общем целом, эта концепция, она устоявшаяся. А тут мы действительно говорим о новом виде транспорта. Который вот все, что вы видите сейчас, проходит просто сверху. Даже не замечает. Поскольку транспорт на любом другом уровне выше нашего дорожного. Освобождая весь нас дорожный и делая его безопасным. То есть представляете, вот эти все даже маленькие города в 100-200 тысяч, где загружены уже пути, где загружены наши дворы. Негде погулять и спокойно детей выпустить, побегать. Потому что везде постоянно шлындруют тачки. Машины с огромной музыкой и ужасным испарением. Это наши города. Место для жизни. Мы же живые. Природа живая. А города у нас почему-то бетонные джунгли. И главным образом, почему же так выходит? Главная проблема – это урбанизация. Мы все лишь стремимся за эффективностью. Мы хотим выполнять множество разнообразных дел за один день. То есть мы должны жить где-то там, чтобы до разных своих интересов и разных сфер деятельности из этой точки, либо из этих соседних точек, можно было легко и быстро добираться и в этот же день приезжать домой. Ведь так и распространялось, разрастался город. То есть чем выше транспорт, который по нему переезжает, тем шире может становиться город. Чтобы скорость транспорта соответствовала переходу за один день с одного края города до другого края города. Не нужно было где-то по центру останавливаться, делать ночлег, привал, чтобы добраться до точки, куда нужно привезти груз или пассажир. То есть сейчас есть возможность делать города с учетом 500 км в час. Не то, что сейчас предлагают. С такими пробками, потому что средняя скорость, ну, просто ужасная. Но если это все идет над пробками, то есть новая логистика, новое построение трассы в любом направлении, хоть в горку, хоть с горки, хоть по диагонали квартала, хоть ровно, и на любом уровне, хоть сквозь здание, то есть полная мобильность, полная гибкость, так еще и скорость внутри города 150, междугороднее 500. Ведь смотрите, если мы игнорируем эту новую технологию, мы съезжаемся все в город. Спрос на каждый квадратный километр больше. Все товары стоят дороже, все услуги стоят дороже. То есть жизнь становится очень дорогой, не совсем эффективной, не совсем разумной и отдаленной, отрезанной от природы. Надо ли нам это? Или стоит поднять голову и посмотреть на новый вид транспорта? Я был и в маленьких городах, и в крупных мультимиллионниках, где 20 миллионов человек, в разных странах, и почувствовал на себе, какое сейчас сообщение, поезда, автотранспорт и авиация. То есть это огромная-огромная нагрузка, огромные затраты по энергии, по ремонту, по эксплуатации, по строительству, которые на самом деле можно не делать. Представляете? То есть можно жить абсолютно другими способами, потому что здесь действительно не в правильную сторону выезжаешь, либо где-то промахнул поворот, и все. Ты не добрался ни по одному, ни по второму, ни по третьему делу вообще. Потратил 3-4 часа, много нервов, много времени и свое здоровье в этой пробке. И так и не добрался, куда тебе нужно. Это вот, например, Лос-Анджелес. 20 миллионов человек, 20 миллионов машин. А был бы транспорт, который просто над этим, без пробок. Да люди бы оставили дома свои машины. Пошли бы, дошли до станции, и быстренько попали туда, куда им нужно. Нужно, действительно нужно. И они на месте. Чисто, безопасно, экологически. Это в нашей возможности. Возможности 21 века. И вот эти вот бетонные джунгли, мы можем их променять. И с утра, вот как здесь, например, на первых четырех этажах, люди не увидят прямого солнечного света. Представляете? Какую сделали дорогу? А городу нужно расширение. И ничего с этим не сделаешь. Кроме как новые технологии построить. Но это же надо о них знать. То есть нужно изучить это. И сейчас как раз вся эта информация из масс, из людей идет уже в верхушке к министрам, государственникам, к мэрам, в Думы и в мэрии. Потому что эта технология наводит шуму действительно везде. Ведь создается новый прецедент того, как жить. И с утра вставать вот в этих дорогущих бетонных джунглях с не самым хорошим воздухом и видеть белье, которое постиралось у соседей, либо со скоростью 150 км в час гораздо эффективнее, чем в предыдущем случае. Живя в природе, просыпаясь под птение птиц с чистым воздухом, можно жить в пригороде и со 150 км в час скоростью добираться до нужного места и по городу передвигаться абсолютно с новой логистикой разумности 150 км. Либо более того, то, что мы делаем сейчас на 14-15 этапе, один из важнейших пунктов это сертификация скоростной трассы. 500 км в час, дамы и господа. Представляете, 500 км в час мы можем передвигаться, живя за городом, в районе, где-то, где много природы, где чистая земля, где чистое питание, где чистый воздух, где большие просторы. И с легкостью добравшись до трассы, по струнам вы мчитесь в город 500 км в час. Вы можете работать не то, что в своем городе, в соседнем городе, в соседней столице, либо даже в столице соседней страны. И со скоростью 500 км в час обратно добираться до дома. Представляете, насколько это повышает возможности каждого человека. То есть наша задача сейчас понять, что это касается каждого, есть транспорт или нет, где вы живете, в деревне, либо в городе. От этого зависит жизнь всего живого, даже не только человечества, просто человечество больше всего пользы получает. А весь остальной живой мир меньше всего вреда получает при использовании именно этого транспорта. Тем более мы можем строить его где угодно, когда угодно, в любой температуре, в любое время и с минимальными эксплуатационными затратами использовать его очень долго и очень эффективно. Для всех. Пассажироперевозки и грузоперевозки. И, конечно же, это освобождает весь первый уровень для флоры, фауны человека. Доевая абсолютно другую безопасность перемещения, мы уходим с первого уровня с нашим транспортом, даем ему там разгрузку, чтобы было меньше этого, чтобы было меньше напряга, меньше мучений, меньше ошибок, меньше проблем. Даже самые, так скажем, неблагоприятные по экономике страны смогут себе позволить этот транспорт и спасти миллионы человеческих жизней в год и десятки миллионов оставить здоровыми, не дать им заработать инвалидность. просто тем, что мы изменим наше транспортное представление и поменяем его не просто на какое-то волшебное, а на уже существующее и сертифицируемое. Ведь, посмотрите, сама полезная работа 200 человек и 200 машин. 200 машин, как много места занимают, даже отсюда не видно, и 200 человек. То есть, сама полезная работа должна быть минимальна. А больше всего энергии двигателя мы на сопротивление окружающей среде, на сжигание топлива, тратим на перевоз самого транспортного средства. Занимаем огромное количество места, потом, которое занято в самом городе. То есть, там, где по факту должно быть место для цветения, жизни, плодов, зелени, а там встает железо и бетон. Бетон, под которым ничего и над которым ничего не растет. И огромная груда железа, которая просто стоит 2, 3, 6, 8, 30 часов. Просто занимает в нашем городе место. То есть, можно изменить это. Например, три экологически чистых электроавтобуса, как сейчас в Европе популярны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, извините за задержку. При таком способе у нас есть возможность разгрузить дороги, сделать такое же эффективное передвижение, но разгрузить дороги и сделать гораздо спокойнее передвижение. Тем самым, мы сможем действительно ускорить жизнь людей, сделать более чистым, более безопасным. Сейчас многие страны движутся в отказ от двигателей внутреннего сгорания. И в скором времени в наших городах будет становиться все чище и чище, будет лучше дышать, и можно будет даже плодовые деревья высаживать внутри самого города. Новые города сейчас именно уже по такой логике и строятся. А старые и, так скажем, возможно, к изменениям. Прекрасным изменениям. Так же, как и кроме трех автобусов, может справиться с этим один легкий поезд. Только уже идущие не по вот этим вам трассам, по бетонным, которые будут освобождены и сделаны пешеходными зонами в большей степени. Останутся только самые главные автомобильные магистрали, потому что транспорт будет проходить над зданиями. Над зданиями, сквозь здания, поперек квартала, по диагонали квартала, как угодно, по самым важным маршрутам. И мы придем на помощь сначала, а потом люди сами будут выбирать наилучшие виды транспорта, потому что у них есть возможность это делать. Сейчас, в 21 веке, нашими руками создается будущее, в котором вы берете телефон, набираете, куда вам надо, вам показывают, где находится ближайшаяся станция, и вы идете туда. Вам нужно через 10 остановок на другую станцию. На этой же станции есть единомышленники по путешествию, которые нужно именно на вашу же станцию. И уже в течение нескольких минут, либо меньше даже минуты, маленькое автоматизированное, умное, с искусственным интеллектом устройство, закрывающая технология, которая работает без человеческого фактора, полностью автоматизирована. Она принимает вас как пассажира и ваших, так скажем, единомышленников по путешествию. Вы набираете один раз скорость до 150 км в час, проходите все и все остальные остановки без остановочки, то есть все станции без остановок, и только останавливайтесь на вашем, то есть тормозите только один раз. Минимум энергии на разгон, потому что транспортное средство очень легкое, минимум на поддержание, не нужно постоянно снижать, повышать скорость, и минимум на завершение, то есть минимум времени, минимум ресурсов для строительства, минимум ресурсов для эксплуатации, минимальная стоимость, все наилучшее с самым высоким коэффициентом полезного действия, и все для людей. Вот таким способом будет двигаться перемещение, это только внутри города, а так это целая система, которая уже разработана, от ней стоит узнать только побольше, потому что есть и для маленьких городов, и для поселений, для деревень, для крупных городов, существующих городов, новых городов, и все это уже расписано, вы это можете почитать на сайте www.unitsky.engineer.com Там вы сможете узнать гораздо больше о том, как двигается наша прекрасная технология, и какие у нее возможности для любой проблемы, которая сейчас есть. Как, например, наряду с тем, что мы сейчас разобрали, пассажироперевозки, грузоперевозки тоже претерпят огромные изменения, потому что данные перевозки это главный бизнес, это самый дорогостоящий бизнес и самый коррумпированный, но нас интересует больше всего эффективность и экология, то есть как быстро мы получим наш товар какой-то, и насколько в мире станет хуже экология или не станет, и останется такой же, как есть, или даже улучшится, это все в возможностях технологии Анатолия Эдуардовича, потому что все вот эти дорогостоящие порты, где земля соприкасается с водой, строительство и их эксплуатация огромных денег стоят, и простое каждого контейнера или каждого этого судна это миллионы долларов в сутки, за которые, как вы думаете, кто платит? Именно конечные потребители, поэтому часть товаров, особенно вооружу потреблению, нас стоит так дорого, потому что не очень эффективное хранение и доставка, но представьте, если на шельфе моря, вот там вот, в уголочке слева будет раз порт, здесь еще один порт, только немножко другой, струнные транспортные системы, а порт сам чуть дальше, на шельфе моря, небольшой порт, куда подходит любого размера судно, и не нужно ничего раскапывать, как-то видоизменять, просто любого размера судно, сгружает свой груз на наш юнитрак, специальное грузовое средство, с огромным подъемом под любые контейнеры, которые уже существуют, то есть мы перенимаем, идем на помощь и перенимаем целую транспортную индустрию грузоперевозок, и этот транспорт, Unicorn, вместе уже с самим, так скажем, грузом отправляется в нужную ему страну, на нужный завод, либо к нужному месту для распаковки и распространения дальше, то есть не все ждет, пока все это разгрузится, и потом еще стоит несколько дней или несколько недель, нет, груз поставили, он пошел, он пошел и уже идет конкретно к своему потребителю, то есть представьте, какая скорость, не нужно огромные вот эти залежи, так скажем, грузов на берегу, эти огромные пространства, все это оплачивают, все это можно ускорить, каждая технология Анатолия Эдуардовича настолько прекрасно опережает будущее, то есть стоит только их применить, и человечество будет получать огромную эффективность, потому что передвигать все на водных видах транспорта, тем более при некоторых засушливых таких частях, это очень дорогостоящее, очень опасно, может сделать эффект на полмира и пробку в миллиарды долларов, к сожалению, эти все проблемы есть, и с одной стороны, к сожалению, они касаются каждого, с другой стороны, это наконец-то объединяет людей, чтобы люди совместно начали принимать решения по изменению этого, не только на правительство полагаться, которое что-то изменит в той или иной стране, но и глобально с помощью объединения, с помощью интернета люди теперь объединяются вместе, становятся одним здравомыслящим целым организмом, человечеством, и решают, в какую же сторону им двигаться, какие проблемы действительно актуальны, и как мы их решим, потому что эти две проблемы уже имеют решение. Но давайте посмотрим дальше. Мы лучше всего видим в зеркале, в нашем мире, то, что происходит с ним, на флоре и фауне, и даже на людях в некоторых городах, которые, например, уже не могут нормально дышать, как, например, в Японии или еще некоторых городах. В том же Лос-Анджелесе местами в даунтауне достаточно тяжело дышать, потому что невероятное количество выхлопов, невероятное количество асфальта, все это греется, и не самое приятное ощущение. Особенно, когда ты смотришь наверх, и тебе кажется, что легкая туманка, но ты когда сбоку от города в нескольких километрах подъезжаешь, ты видишь, что это полукилометровый слой смога, то есть то, что надынили, через это проходит солнце, и это же мы дышим. То есть я уверен, что для большинства людей это не вариант. То есть невозможно быть разумным, здравомыслящим и не прилагать никакую важность к такому состоянию нашей планеты. Это необходимо решать. Я надеюсь, это понятно для каждого. И самое главное, что я доношу до вас, то, что мы имеем возможность это решить. Проблемы действительно имеют решение. Проблемы виделись уже десятки лет назад нашим гениальным конструктором. И даже загрязнение окружающей среды одна из проблем, которая полностью взята в разработку эко-мира, новых специальных технологий. И мы видим, наша поверхность, она живая. То есть нужно экономить наши ресурсы. Зачем делать что-то, что стоит недолго, что постоянно разрушается, что нужно постоянно повышенные эксплуатационные расходы. То есть эксплуатация действительно страдает. Постоянные ремонты, постоянная очистка, постоянно то-се. К сожалению, как так делают? С одной стороны, нам кажется, ну как так можно? С другой стороны, это чей-то бизнес. И это чей-то настроенный хороший бизнес. Именно поэтому не сразу быстро так весь мир взял и принял новую технологию, которая гораздо разумнее, более эффективна. Еще и в 15 раз меньше электричества будет получать, чем, точнее, использовать, чем автомобиль. Если топливого эквивалента электричества перевести. То есть более разумное использование всех ресурсов и большие характеристики. Кому-то это очень сильно невыгодно. Так же, как и наша аэродинамика. Ведь мы подаем аэродинамику под стать самолетом, насколько хороша она. Идеальный нос, идеальное окончание транспортного средства дают плавно входить и выходить из воздушной ямы. То есть нету турбулентности сзади, нету такое столкновение спереди. И из-за того, что мы на втором уровне, у нас нет сплошного полотна, нету экранного эффекта, который тормозит обычный автомобиль. И получается, что при скорости 300 км в час обычный автомобиль может тратить до 90% энергии всей, которая производит, на сопротивление и разрушение окружающей среды. А у нас получается в 7-8 раз лучше аэродинамика. То есть это очень-очень большая экономия. Потому что просто сделано наилучшими способами. Но лучшие технологические решения предложены и уже реализованы, потому что этот транспорт уже есть в металле. И мы представляли сверхскоростное. И представляете, 500 км в час абсолютно экологически чисто, абсолютно безопасно. Не 5, а 6 человек. Полностью свободны все время поездки, 2 грузовых отделения и всего 5,5 литров топлива. А цена будет как джип. А у Bugatti Veyron, который 8 раз хуже аэродинамика, хотя это одна из самых быстрых гоночных машин, 2 миллиона для двух человек без багажа. Точно есть решение, как относиться ко всем человечеству. Сделать за 2 миллиона не одно транспортное средство, а целый адресный проект можно. Или такой десяток транспортных средств, а то и больше. Понимаете, только люди могут это сделать, потому что тот, чей их бизнес, они не собираются ничего менять. А те, у кого в руках все эти знания, которые вы слышите сейчас, они действительно уже меняют и могут еще более эффективно и скоро изменять положение на нашей планете. Ведь весь первый уровень он живой, мы не можем его продолжать сравнивать с землей, всыпать туда с других мест огромное количество ресурсов для того, чтобы получилась прямая ровная дорога. И только после этого у нас не очень эффективно будет двигаться достаточно опасный какой-то вид транспорта. Но не вариант это. Вот так это выглядит. Понимаете, самое главное, почему это не вариант? Наши же деньги, за наши же налоги строятся все эти трассы неэффективные, а потом за наши же деньги все это ремонтируется, а кто-то на этом постоянно наживается, а мы получаем не самый эффективный способ передвижения. Надо ли нам это? Я думаю, нет. И только люди могут сделать новый вариант. Когда вся земля остается нетронутой, когда она прекрасно цветет, когда она дает кислород, дает плоды, а у нас, тем не менее, при занятии маленьких уголочков места, землеотвод на километр, как маленькая тропинка будет по этому километру прямо через лес, пешая тропинка. Вот столько же землеотвода нужно на наши анкерные промежуточные опоры. И представляете, сейчас уже 400 метров, а будет до двух километров между опорами. Опора здесь, опора там, натяжение пучков струн, все натяжение идет на земную кору, а у нас с минимальной затратой времени, энергии, с минимальным изменением ландшафтов, при том, что это самая дорогостоящая работа, изменять землю, так скажем, менять конструкцию того, на чем у нас будет что-то строиться или над чем. А здесь все остается само собой. И при этом мы имеем самую эффективную, самую быструю, самую экологическую, чистую и безопасную транспортную систему. Минусов нет, плюсы все. И это не просто так, и не просто так получилось. Десятилетия работы нашего генерального конструктора и доработки каждого узла, каждой деталечки, абсолютно всего, что сейчас выросло уже в более чем 80 конструкторских бюро, каждое, которое занимается отдельными частями. Кто-то с прикидыванием мотора-колеса со стальным рельсом, кто-то электричеством, кто-то анкерными соединениями и так далее, кто-то машинным зрением. Каждое конструкторское бюро разъясняет, улучшает, разрабатывает и делает новые победы. Новые победы в инновациях. И это тот транспорт, который вы видите сейчас, он уже реален. Я уже катался на минимум трех здесь транспортах, еще на одном транспорте в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть уже и в умеренном климате, и в тропическом климате. Это все рабочие технологии, которые помогают нам сделать будущее, новое будущее. Зайдите, пожалуйста, на сайт инженер, unisky.engineer, и вы увидите, что это лишь маленькое начало, что проработано гораздо больше технологий. И это самое простое и понятное, но нужно лишь просто уделить чуть-чуть времени на то, чтобы изучить, насколько это важно и эффективно. Данные характеристики говорят больше, чем можно себе представить, потому что это действительно так. И они сейчас с каждым сертификатом доказывают, что они действительно настолько разумны и эффективны других транспортных отраслей. То есть, представляете, у людей сейчас в руках есть возможность будущее сделать, владеть самым крупным, самым дорогостоящим бизнесом, самые актуальные изменения сейчас в 21 веке произвести, как в новых городах, так уже и в существующих. Новый транспорт, новые скорости, новая логистика, освобождение городов. То есть, большая эффективность, больше безопасности, больше прибыли, меньше стоимость всего, больше свободного времени, как нас для творцов. Представляете? Стоит представить, а главное, это представление становится все более ярким и красочным, чем больше вы изучаете. Поэтому, пожалуйста, посмотрите ссылку, интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года, потому что там вы узнаете много радостных вестей. И, конечно же, весь его блог это очень важная информация, так же, как и та информация, которую предоставляет вам компания SkyWorld Community на своем сайте, где четко показывает, как вы можете участвовать в данном проекте, что там сейчас происходит, все последние новости, вебинары наших членов правления. На 25 языках мира можно получать информацию и делиться ей с другими единомышленниками, которые действительно считают, что могут помочь этой планете, что они хозяева и ответственны за будущее нашей планеты, за будущее следующих поколений. И нас таких уже больше полмиллиона человек. И все они в нашем фонде SkyWorld Community. Вместе мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль, по потенциалу не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Это слова нашего генерального конструктора, который когда-то показывал лишь идеологию чертежи, а сейчас, менее чем за 5 лет, мы уже сделали более 12 транспортных средств. На большинстве из них уже катались. Я думаю, уже около 10 тысяч человек прокатилось на данных транспортах, почувствовало, что эта технология абсолютно безопасна, абсолютно уникальна, действительно минимум ресурсов, минимум места и максимум эффективности может дать всему миру, помочь не только человечеству, но и всем животным, всему, всей флоре и фауне, нашей природе. Ведь трассы просто оставят в покое, можно сказать, нашу планету. А мы безопасны, с нулевой возможностью съехать с наших трасс из-за противосходной системы и супербезопасности в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт. Мы будем перемещаться на этих электромобилях второго уровня. По струнам, можно сказать, будем летать. Это такое потрясающее состояние, когда ты понимаешь, что ты вроде едешь, но ты понимаешь, что у тебя под низом нет ничего, у тебя колеса над головой, и ты проплываешь так прикольно по, так скажем, видя, как рядом, например, в Арабских Эмиратах барханы, песочные, то есть красивые, как закат, и ты видишь, насколько это чудесно, лететь. Вроде по струнам едешь, но ты летишь, и ты можешь лететь на абсолютно любом, на любой высоте и на разных скоростях в будущем. И тебе ничего не нужно делать. Ты уже составил маршрут, полная автоматизация, ты полностью свободен, никакого человеческого фактора. То есть данная технология действительно дает возможность передвигаться в любых частях планеты, в любом направлении, строить трассы быстро, легко, очень эффективно и безопасно передвигаться как грузом, так и пассажиром в любую точку планеты, даже куда сейчас тяжело добраться. Очень у вас прошу, зайдите на 3w.unisky.engineer, вы узнаете гораздо больше о том, как технологии эко-мира Анатолия Эдуардовича Юниского сделают этот мир лучше. Ведь эта технология, она может полностью заменить все другие транспортные отрасли, потому что она настолько гибкая, уже более 7 трасс построена, сертифицирована, еще строятся трассы, разные виды транспорта, то есть все под свою задачу. Легкие провисающие будут, например, с использованием колтюбинговой трубы до 2000 метров. То есть, представьте, любые овраги, озера, реки, вы просто можете перемещаться без проблем, не нужно строить длинную дорогу. Здесь точка, здесь точка, поехали. Установка быстрая, без капитальных затрат на ремонт до 100 лет. Или вот вы видите по центру, здесь транспортная дорога, которая берельсовая, двойная, прошу прощения, и у них ее есть наверху, транспорт и снизу, то есть подвесной и навесной транспорт. И причем это уже более тяжелая структура, по ней может уже и составные транспортные средства ехать. Например, по 25 человек 7 модулей, там 175 человек, и все это один поезд. Либо длинные грузовые. То есть, есть легкие, полужесткие, провисающие трассы, берельсовые трассы. Любые задачи, которые нужно справиться с человеком, он может сделать с помощью этой технологии. И мы уже видим, как это работает. каждый год проходило мероприятие в Беларуси, где мы приезжали и смотрели, как же проходит развитие нашей технологии. Где нам рассказывали, с чем мы столкнулись, с какими трудностями, как преодолели, какие плюсы, какие у нас победы, куда мы движемся дальше. И сейчас на 14 этапе мы видим, что бы ни происходило на планете, что бы кто ни говорил, мы успешно развиваемся. Поэтому, дамы и господа, подумайте о том, чтобы изучить этого гениального ученого, что он сделал. Потому что это более 200 изобретений, более 20 монографий, несколько грантов в ООН. Человек всю жизнь отдал науке. Науке и ее защите. Одно из высших образований патентное право, поэтому вся технология завершена, защищена. И все, кто являются ее совладельцами, ее единомышленниками, конечно же, имеют возможность, кроме улучшения своего положения, причем на поколение вперед, могут изменить главные проблемы человечества сейчас, самые актуальные. Дать возможность большего изобилия, больших скоростей, больше свободного времени, чтобы люди начали больше успевать для своей жизни. Представляете, у людей, у обычных людей сейчас в мире есть эта возможность. И таких уже более 500 тысяч человек, которые изучили и поняли, что да, именно этому человеку сейчас необходимо помогать, развиваться. То есть вплоть до того, что не только свою жизнь развивать, но и какую-то часть времени и энергии уделить и отдать технологиям этого прекрасного человека. Потому что большего и лучшего изменения, чем его технологии, сейчас тяжело представить на планете. Потому что уже сейчас, даже при том, что мы не закончили первоадресные проекты, почему, как вы думаете, идут? Потому что такая часть технологии уже показала себя и сертифицирована, что они говорят, нету времени ждать, поехали, работаем с тем, что есть, это срочно надо нам, те люди, которые двигаются за передовыми. Ведь они видят, это новая транспортная индустрия, полностью автоматизированная, закрывающая технологии, с искусственным интеллектом, машинным зрением окружающим, больше 250 датчиков внутри для полной безопасности и комфорта пассажира, возможности к эвакуации так, возможность догонки одного транспортного средства или другим до ремонтной станции либо обычной станции. Все автоматизировано, все сделано таким образом, чтобы человек был свободен, чтобы его технологии, его компьютеры, его роботы выполняли те задачи, которые были нужны, занимая минимум места, а люди получали максимум эффективности. И это уже готово. Поэтому некоторые страны уже и сотрудничают, потому что им хватает аргументов, им хватает аргументов, чтобы двигаться дальше, им хватает времени, чтобы провести хотя бы однодневное изучение наших прекрасных успехов. Ведь без каждого из вас, дамы и господа, кто смотрит эту встречу и тех, кто когда-либо участвовал в данном проекте, без всех нас не получилось бы такого успеха, который мы имеем сейчас. Ведь мы сделали 12 транспортных средств уже в железе и почти все сертифицировано. Кроме транспортных средств, так еще и дороги сами сделали. Хотя за тех же 5 лет одна компания может создать от начала до конца всего один пикап, и то это займет от 5 до 10 лет, и потратится от миллиарда до 2 баксов. А здесь мы меньше, чем за полмиллиарда сделали в 12, в 15, в 20 раз больше. Потому что по четкому плану нашего генерального конструктора мы создаем будущее. И главным образом мы создаем его способом сертификации. То есть весь проект нацелен лишь на то, чтобы построить, испытать, продемонстрировать и сертифицировать. То есть что все отвечает своим характеристикам. Только ради этого все делается. Чтобы все попробовать, увидеть все проблемы, сделать более долговечным. То есть главное сертификаты. и у нас их огромное количество в разных странах. Работаем очень успешно в этом направлении. И даже уже в Объединенных Арабских Эмиратах, где очень серьезное сотрудничество и очень серьезные документы, даже там мы успешно сертифицируем нашу проект, нашу технологию, все ее частички. И этим, конечно же, занимается огромное количество людей. До тысячи человек, специалистов мирового уровня уже работают на передовых компьютерах, с передовым программным обеспечением, работают в 3D-среде, экологически для природы, не используя бумажные документы, а только электронные документы, обороты. Десятки тысяч уже у нас квадратных метров офисных зданий, площадей, на которых работают люди, огромное количество людей. И, конечно же, наши предприятия. Три завода уже являются в нашей собственности, уже наше совладение. И со всего этого очень скоро, буквально через несколько лет, мы уже начнем получать дивиденды. И, конечно же, будет огромная капитализация, потому что данная технология вырастет гораздо больше, чем те, которые вы видели в самом начале, которые в основе пятого технологического вклада. Apple, Alibaba, Walmart, Boeing, Microsoft, Google. эти все компании, они будут стоить меньше, чем наше, чем наше производство, потому что в 21 веке мы можем сделать более 20 миллионов километров дорог при правильном расширении. А это реально необходимо. И у нас уже есть самое начало. То есть производство, где мы это можем делать. Дальше расширение пойдет очень быстро, особенно, когда мы выйдем на самофинансирование, потому что количество получаемых средств за адресные проекты будут покрывать и строительство адресных проектов, и развитие дополнительных заводов, расширение производства и так далее. Ну и, конечно же, в разных уголках планеты будут дорабатываться какие-то технологии, как у нас в Объединенных Арабских Эмиратах тропические технологии дорабатываются. То есть именно под эти показатели в умеренном климате, где есть и лето жарко, и зима холодная, мы под свои показатели работаем, ну и сейчас наш экотехнопарк в Беларуси, откуда мы начинали, там просто технологический инновационный рай, связанный с экологией, потому что и посадки, и агрокультура, и экодома с озеленяемыми крышами, и теплицы, оранжереи у нас на крышах, точнее, теплицы, поскольку умеренный климат, и множество видов ангерных и промежуточных опор, станций, разных видов транспорта, энергологистические комплексы, короче говоря, это прям ноу-хау будущее, поэтому было очень здорово туда приезжать на Экофест и увидеть, что же там происходит, но и не только туда, я был на разных выставках в разных странах, и в Беларуси, и в Германии, у нас более 18 международных выставок прошло по всему миру, где мы показали, насколько все-таки серьезный наш проект, насколько серьезные технологии мы продвигаем, и насколько успешно. Уже сейчас многие люди в мире, которые связаны с транспортом, знают о нашем существовании. Возможно, кто-то еще препятствует ему, но сейчас на 14-м этапе, особенно с такими серьезными партнерами, как Объединенные Арабские Эмираты, нас вряд ли уже что-то отстановит, ведь мы являемся одной из частичек инновационного центра SRTI Park в Шарджи. То есть мы на самом фасаде целого центра, как Силиконовая долина в Калифорнии либо Сколково в России, где передовые технологии показывают себя, разрабатываются и идут в свет. И уже там, буквально недавно я оттуда вернулся, был за последний год несколько раз там, и, так скажем, давали самым активным людям и партнерам, которые в мире помогают развиваться этому транспорту, попробовать на себе наши уникальные технологии. Ведь там технологии развиваются очень быстро, очень быстро, и масштабы безграничны. Когда ты смотришь на концепции, что там придумано, и смотришь, как там быстро это реализуется, неудивительно, что нас одной всего из двух транспортных инноваций представили на Всемирном правительственном саммите, потому что это действительно технология, которая подходит под эти города. под этот мир, под такие высокие хай-тек условия, потому что кто может связать уже существующий город новым видом транспорта, так, чтобы это стало лучше. Этот транспорт должен быть не на первом уровне, а у нас именно такой, проходящий в любом направлении, над любыми каналами, сквозь здания, никак не неся на них никакую нагрузку. Все это можем предложить мы с наилучшими характеристиками. И, как я понимаю, мы участвуем в тендере, и скоро будет ответ, будет ли у нас прямо в Дубай-Марина в центре адресный проект по струнному транспорту. Но уже сейчас, как минимум, мы видим, что там все идет отлично, потому что сертификаты, полученные на легкую трассу и на наш транспорт ВИП в тропическом исполнении. уже в нем как раз катались люди и я в том числе. И скажу вам, дамы и господа, ощущение просто потрясающее, когда ты видишь, как на твоих глазах растет целый парк, разные виды трасс развиваются, и ты чувствуешь, насколько с каждым проездом скорость увеличивается нашего транспорта, комфорт, потому что ты действительно летишь прям, можно сказать, по небу над пустынными волнами. Ну и конечно же не только пассажироперевозки, но и грузоперевозки интересуют данные регионы, и они там уже успешно, так скажем, сертифицируются и испытываются. Короче говоря, движение в будущее идет семимильными шагами. Идет оно с помощью обычных людей, которые и пользуются данной технологией. Для вас осталось решить, как много нужно изучить для того, чтобы набрать аргументов и участвовать в этом. ускорить эту технологию, стать совладельцем ее, либо просто рассказать другим, которым это будет более интересно, чем вам. Но точно эту информацию только у себя оставлять нельзя, ее нужно передавать дальше. Это точно. Потому что собрав все аргументы, даже которые вы услышали сегодня, конечно, каждому человеку не стоит верить на слово, и стоит зайти на unitsky.engineer и проверить эти данные, эти расчеты, эти технологии. и вы увидите, что перед вами золотые яйца, которые будут разрастаться, которые будут давать свои плоды для всего человечества, пользу для всего живого в мире. И это лишь начнется только с транспорта, а дальше будут экологические деревянные дома, эко-поселения и линейные города, за которыми уже наблюдают и категория. о линейных городах, которых уже интересуются люди и министры, государственники из разных стран, потому что видят, что здесь передовой транспорт, здесь, скорее всего, передовые и города, потому что Анатолий Эдуардович уже представляет новые виды электроэнергии, как ее добывать, чтобы хватило действительно всем, и как связывать, то есть зачем эта технология еще нужна, кроме как помощь старому и уже существующему, так еще и как создавать новое эко-поселение и линейные города. Это огромное движение, которым уже было заинтересовано Объединенные Арабские Эмираты, потому что уже в 2015 году они рассматривали полуостров под линейный эко-город. Поэтому их очень интересует самый инновационный транспорт для этого, с помощью которого он и будет создаваться. Надземный, самый скоростной, самый безопасный, самый экономичный, самый легко интегрируемый, самый экологически чистый транспорт. Даже просто с такими характеристиками и без всех остальных технологий можно этот продвигать и устанавливать во всем мире. Но уже после окончания 15-го этапа и выхода этого проекта, этой технологии на самофинансирование и развитие по всей планете, дамы и господа, мы начнем конкретно менять мир. Уже очень скоро настанет целый миллион человек, миллион здравомыслящих людей, берущих ответственность за себя, свою жизнь и свою планету, свой дом, чтобы сделать ее действительно раем и передать следующим поколениям в наилучшую форму. множество здравомыслящих здравомыслящих богатых, уже образованных по части инвестирования и финансирования людей смогут участвовать в будущих проектах, действительно создавая прецедент всему движению, как оно представлялось раньше, что за нас все сделают, а тут люди решают, где и что делать. И дамы и господа, вся эта информация важна для каждого человека, ведь подумайте, только вместе мы можем делать такие большие изменения, как сейчас, представляете, полмиллиона человек могут делать то, что думали только государства какие-то смогут делать огромное. Нет, люди сами абсолютно экологическим образом, потому что хотят другого будущего для себя, для своих детей, для другого достатка. И это все в наших силах. Новый вид транспорта в наших силах. Пользоваться будем же мы им же и будем совладельцами этого же бизнеса и этого же транспорта, получая прибыль с каждого проданного километра, с каждого проданного подвижного состава, с каждого адресного проекта. Каждый год будут получать дивиденды и увеличивать капитализацию своей части, потому что такая компания будет расти очень долго, сотни лет и огромными масштабами. Не то, что мы видели в начале в пятом технологическом упаде, ведь это будущее. Новый технологический уклад серьезно начнется именно с данной технологии, потому что за ней сразу же поступят другие, и это будет новая эра экологической жизни на планете Земля. Sky World Community с распростерными объятиями ожидает каждого человека, который способен брать свою жизнь в свои руки, образовываться, учиться и трудиться в благостной деятельности, в созидательной, когда люди что-то создают и улучшают в любой стране, на любом языке, с любым интуитетом, в любое время, перемещаясь где угодно по планете, даже мы можем продолжать эту прекрасную деятельность, делая мир лучше, помогая другим улучшить жизнь, заработать больше здесь и сейчас, обеспечить будущее их семей и конечно же положить лучший фундамент, лучшую землю, лучший природный фундамент для будущего всех живых будущих поколений. Это в наших силах. Как будто мы каждый человек отдельно и у нас мало сил, влияний, а с другой стороны, мы как только даже соберемся в десятером, мы можем делать такие потрясающие вещи, потому что все, что сделано перед вами, когда-то было лишь просто начало, лишь просто идеей, а сейчас эти идеи уже катают людей и показывают, что с помощью таких технологий мир будет новый. Поделитесь, пожалуйста, с каждым человеком, которого вы когда-либо увидите и встретите хотя бы один раз, чтобы каждый человек имел возможность сам взвесить информацию при всех этих гипербетонных аргументах, видео, фото, сертификатов, 14 этапа из 15, что мы движемся в правильном направлении, и чтобы каждый человек мог сам решить, что это действительно настолько достойно, что стоит частичку своей жизни, своего времени, своих ресурсов инвестировать сюда, как свое время, вложить часть своей жизни для улучшения жизни на всей планете. Ведь в скором времени с реализацией всех технологий Анатолия Эдуардовича мы сможем встать в полном изобилии, в полном благополучии, воистину космической цивилизации. Потому что на это мы нацелены, на выход, на то, чтобы расширить возможности человечества не только на планете, но и за ее пределами. С вами был Артем Курбанов из Даугавпилса, Латвия. Рад поделиться наиважнейшей информацией, которую я знаю. Пожалуйста, пишите на почту artyoms.kurbanovs sobakaskyway.capital и я с удовольствием постараюсь ответить вам на все важные вопросы, прислать материал для дополнительного изучения, либо разобраться, как вначале основные побуждающие факторы можно улучшить и удовлетворить с помощью той информации, которую вы сегодня получили. С вами была компания Sky World Community. Благодарим вас за внимание. Хотя бы только потому, что всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. Так что будьте счастливы и будьте внимательны к этому. Будьте здоровы, дышите глубже. желаю вам океана улыбок как от других людей, так и своих собственных. До новых встреч!